На такие кадры тяжело смотреть, даже тогда, когда в твоей стране идёт война, а смерть и кровь стали привычной картинкой вечерних новостей. 51 год. Никакого отношения к около футболу. Человек едет на праздник, едет отдохнуть, едет поддержать свою сборную, но русский мир настигает его и там. А ведь неоднократно говорилось о том, что вся та ненависть из телевизора, которую каждый день разносят Киселёвы всех засолов, не исчезает бесследно. Есть очевидно транслирующаяся ненависть к нашей стране. Нам не нужен европейский лицензий от Евросоюза для того, чтобы быть русскими европейцами. Вы хотите сказать, что в Англии у нас нет русских настроений? Капелька по капельке это зло собирается в людях. И вот уже фанаты из страны, где так любят рассказать о духовных скрепах, толпой добивают англичане. Добивают металлическим прутом. Добивают, даже когда он уже лежит без сознания. Но если бы дело было только в этом, мы вряд ли бы стали посвящать этой трагедии целый сюжет. Всё-таки ничего нового. Российские зигомёты в своё время девочку, четырёхлетнюю, в Петербурге убивали. По словам отца погибшей девочки, нападавших было восемь. Питерские же репортеры сразу сообщили о десяти убийцах с металлическими прутами в руках. Что же англичанин в возрасте? На повал сразило другое. В самой России новости из Франции восприняли как большую победу. Просто почитайте комментарии об убийстве, чтобы понять, с кем мы имеем дело. Как свиней побили, их одного порезали. Русские мужики не превратились в толерастов и накидали по щам обожранным отморозкам из Англии. И главное во всём этом то, что это не только парочка буйных сумасшедших. Самые видные говорящие головы Кремля из штанов выпрыгивали, рассказывая, как они гордятся российскими болельщиками. Сто тысяч упаковали и готовы были отправить просто назад в Англию. Как навоз. Аккуратно, спокойно. Это лучшая команда болельщиков. Ну что сказать. Русский мир добивается результата. Хотя вряд ли деды воевали за то, чтобы во всём мире их внуков называли фашистами. Россия накануне сыграла в ничью с Англией. На последних секундах матча Березуцкий забил гол и сравнял счёт. Но одновременно с финальным свистком сражения начались на трибунах и на улице. Вообще это история, как зеркальце современной путинской России, где под ширмочкой с надписью «Духовность прячется», «Ненависть», «Жестокость» и «Отборное враньё». На этом чемпионате Оголов футбол стал окончательно неспортивным. Теперь это почти политика на грани войны. И главное же, что лицо кирпичом получается делать даже в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Но вся же планета видела, кто на кого напал на стадионе после окончания матча Англия-Россия. Но вот проходит всего ничего, и что бы вы думали? Глядя в федеральные каналы, оказывается, что всё было ровным счётом наоборот. В общем, по-хорошему, по-человечески, виноваты в том, что произошло англичане, которые провоцировали, просто провоцировали наших ребят. Это не русские, это англичане кордоны прорвали, чтобы мирных гостей из России обидеть. Английские болельщики пробрались в зону россиян, ну и так далее. То есть там были такие провокации, как в этот раз на стадионе вообще, какая была атмосфера и всё прочее. Причём, обратите внимание, корреспондент в кадре, похоже, не готов так нагло врать, как ребятушки в студии. Там вообще наоборот получилось, это наши прорвались. И какую реплику из зала мы слышим на эту попытку быть честным. Вы вообще за Россию болеете, по-вашему настойку, как-то просто совсем у нас. Так нельзя поддерживать. Вы знаете... Ага, так ты, дядя, не за Россию? Бандеровец, небось, засланный? Или Навального печенькоед? Потому что правильный патриот России должен был так и сказать. Вы всё врёте, это англичане напали. Вещи, что английские болельщики пробрались в зону россиян. И как здесь не вспомнить самое свежее откровение некоего Киселёва? Мол, какая такая пропаганда? Нечего клеветать, мы просто рассказываем новости с, так сказать, своим взглядом на мир. Но то, что мы стремимся объяснять мир и с наших позиций, да, безусловно. Объяснять мир и с наших позиций. Глядя на убойное враньё по драке в Марселе, наставления Киселёва продвигаются на ура. Хотя, чего бы им не продвигаться? Опыт-то огромный. Да и вообще, практика показывает, что русский мир в разных уголках отличается лишь картинкой. А смысл остаётся тот же. Уверенность в собственной безнаказанности и агрессия ко всему живому. И не надо удивляться феерическим историям из Франции, ведь всё это мы уже видели. Видели в Украине. Помните марш с украинскими флагами в Донецке? Когда беззащитных людей добивали прутьями по дворам. Что делали тогда российские федеральные каналы? Да ровно то же, что и после истории с убитым фанатом английской сборной. Просто переворачивали историю с ног на голову. Шовто-блокитными флагами появляются парни в балаклавах и масках. Крепкие мужчины с красными повязками на рукавах. Коренные жители Донецка пришли на митинг без оружия поддержать Крым и проведение референдума на Донбассе. Их встретили радикалы с арматурой в руках. И вот уже в условной Самаре зрители в шоке. Бандеровцы устроили бойню в Донецке, а англичане бесчинствуют во Франции, провоцируя невинных русо-туристов. И естественно, что при таком системном подходе к делу караван пропаганды идёт. Демонстрация пенсионерок с палочками напала на наш мирный танк с полным боекомплектом. Ну, понятная позиция россиян абсолютно ясна. Цель – довести ситуацию в Российской Федерации до ситуации в Северной Корее. Убрать любую возможность альтернативного мнения, зачистить поле. Но есть же в этой страшной во всех отношениях истории и изюминка, которая многое объясняет. Ведь рыба, как известно, не йод с головы. Чартер Всероссийского объединения болельщиков прилетел во Францию. Эта новость буквально взорвала мировые газеты и телеканалы. Оказывается, российские зигомёты прилетели во Францию чартерным рейсом Российского футбольного союза. Что вряд ли бы случилось без одобрения министра Мутко. Всего на самолёте, организованном Министерством спорта России, Российским футбольным союзом и Всероссийским объединением болельщиков во Францию прилетели 220 человек. Для начала немного фактов. Во всём цивилизованном мире власти всячески борются с футбольными хулиганами. В той же Англии всего за одну драку болельщик получает категорию С и просто не может никуда выехать за границу на футбол. Англия одна из первых приняла более ужесточённые законы, которые касались ультрас от футбола, называемые «законы футбольного экстремизма». Полицейские отряды получили куда более широкие права для действий против фанатов как на стадионах, так и за их пределами. В итоге чуть ли не все агрессивные фанаты с «Туманного Альбиона» вместо Франции сидят дома. Но, как оказалось, в духовной России подход прямо противоположный. Государство всячески помогает хулиганам добраться на выездные игры. Касательно того, что назвали беспорядками на стадионе после финального свистка, я бы не назвал это беспорядками. Англичане всячески провоцировали наших болельщиков, кидали с пивными стаканами. Ну а чё, гляньте-то, наши-то хоть футболы кривоногие, зато за полем наваляли всем. Правда, если бы те самые деды увидели этот ад, то у них точно бы возникли к одичалым внучатам неудобные вопросы. Как вам фотография? Хороша? А ведь это не просто какой-то там скинхед из Реутова. Когда-то лидер фанатов московского «Динамо» по прозвищу «Каманча» стал не последним человеком для Кремля. Вот он с Жирновским. Вот он же с царём-батюшкой с Владимиром. А вот и его корочка, чтобы в Госдуме заседать. Да и вообще, о ком попала, группа «Воровайки» не пела бы. Это, конечно, не хоп-мусорок, но тоже на уровне. Ах, Саня, 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 Санечка! Но главное во всём этом то, что именно этот зигующий дядька возглавляет Всероссийское объединение болельщиков. Сегодня у нас в гостях глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпыгин. Александр, здравствуйте. И судя по трибунам российских стадионов, симпатии простых болельщиков и главного болельщика всей Руси очень даже совпадают. У кого-то ещё остаются сомнения, кого отправили из Москвы во Францию показывать проклятым гееропейцам Кузькину мать. А раз подход централизованный, можно и логотипчик чемпионату мира 2018 года на вот такой вот поменять. И вот здесь возникает вполне логичный вопрос. А много ли найдётся желающих ехать в гости к убийцам? Ведь перед глазами вот такие фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok